Бхакти Расамратасвина Почему Шрадха идет до Садху Санги? Откуда она взялась? И что это за Шрадха? Шри Бхакти Расамрита Сину, there is a verse which explains the stages of Bhakti. До Шрадхаса, до Санга, etc. So, why does Шрадха come before Садху Санга in this verse and what kind of Шрадха it is? Для того, чтобы обрести Шрадху, вам нужна Садху Санга. Но это первое Садху Санга было непреднамеренной, которую вы получаете. Вы тогда не понимали, кто такой Садху, что такое Бхакти, ничего не понимали. Но по своей милости этот Святой благословил вас верой. И это начало вашей духовной жизни. Адоша Адха. Следующая стадия это Садху Санга, когда вы осознанно стремитесь к общению со святыми. Вы думаете, цель моей жизни это развить любовь к Богу. И для этого вы идете к святому, понимая, что вам нужно служить от него о процессе Бхакти и служить ему. То есть ваш первый опыт Садху Санги с вашей точки зрения не преднамеренный, а с точки зрения Садху преднамеренный, потому что это его намерение дать вам милость. А второй момент это когда уже вы сами стремитесь к Саду Санге. Другой вопрос. Хочется дать возможность новым людям, нашим гостям, потому что они скромничают. Есть ли вопросы из Мексико? Есть ли вопросы из Мексико? Да. Как надвижащим образом принимать Шикшу от Ваишнава? Как надвижащим образом принимать Шикшу от Ваишнава? Дикшагуру, тот, кто дает нам гопал мантру, кама гайатри и другие мантры. Всегда один. И человек должен следовать наставлениям своего дикшагуру. И если вы обнаруживаете, что эти наставления сложные, можно подумать, что у кого-нибудь другого возьмут мантру, дикшагуру. И можно потом подумать, что эти наставления этого в Ваишнава тоже сложные, пойду куда-нибудь еще. И вот так, стараясь избежать трудностей, человек идет от одного гуру к другому. Но в нашей духовной жизни мы не можем избегать трудностей. С самого начала от стадии Адошрадха и далее до стадии Ништки нам всегда будет сложно. А когда придет ручи, будет легко. Тогда это сплошное наслаждение. Дхарма ума совершает санкалпу и викалпу. Постоянно. Вы что-то принимаете сегодня, завтра отвергаете это. И пока душа находится на платформе вот этого беспокойного ума, то она обращена скитаться из жизни в жизнь в материальном мире. И в духовной жизни для того, чтобы преодолеть эту дхарму ума, который вас кидает туда-сюда, нужно принять такую санкалпу, но дать такое обещание, у которой не будет викалпы, которую вы не отвергнете потом. Вот это решение, которому никогда нельзя дать обратный ход, это дикша. Это почему Шастра говорит, что дикши-гурю только один. Потому что без этого права, живые люди никогда не смогут выйти из платформы манно-дхарма, принимать и отвергать материалов. Поэтому дикша-гуру всегда только один. Это нужно для того, чтобы преодолеть вот это стремление к санкалпе и викалпе. А шикша-гуру может быть много. Это те вайшнавы, от которых мы слушаем. И от них мы узнаем много практических деталей о бхакти и также о священных писаниях. Иногда шикша-гуру и дикша-гуру могут быть одним человеком. Но часто случается так, что дикша-гуру достаточно рано покидает этот мир и ученику нужно продолжать слушать другие наставления для того, чтобы подпитывалась его связь с Кришной и его отношением. И шикша-гуру может быть много. Тем не менее, если дикша-гуру ушел, а ученик еще не преодолел вот эту платформу ума, манно-дхарму, то будет лучше, если из многочисленных шикша-гуру ученик выберет одного как главного, основного для себя. И также на продвинутой стадии это тоже очень благоприятно для бхажана. То есть вы можете слушать от многих вайшнавов, они будут вашими шикша-гуру, но один из них будет для вас особенно важным. Например, Шила Рагуната Дасгосвами. Его дикша-гуру Ядунандан Ачарья. И у него было множество шикша-гуру. Стороп Дамодар Госвами. Гадат Харпандит. Санатана Госвами. Но его самым главным шикша-гуру был Шрила Рупа Госвами. Так же я должен сказать, что должно быть особое отношение между дикша-гуру и шикша-гуру. Даже если шикша-гуру физически никогда не встречал дикша-гуру. Но он должен быть тот же самый вича-дхара. Это означает, что витча-дхара, то есть это поток его убеждений, знаний, философии. И шикша-гуру не должен никогда заменять дикша-гуру. И он также не должен вставать между учеником и его дикша-гуру. Не должен мешать развитию их отношений. Но он может, на самом деле, проникнуть в эти отношения, но только в качестве телескопа. Если вы хотите увидеть звезду в небе, Если что-то блокирует звезду, вы не можете ее увидеть. Но если вы вооружитесь телескопом, он поможет вам увидеть эту звезду, приблизить ее к вам. Потому что это функция линзы. То есть настоящий шикша-гуру обеспечит вам более глубокое понимание вашего дикша-гуру. И тогда, когда вы развиваете веру в такого шикша-гуру, вы можете смиренно попросить у него, пожалуйста, можно я буду вашим шикша-учеником? И тогда это будет такой контракт взаимная ответственность. Шикша-ученик будет понимать, что у него есть некая ответственность, и шикша-гуру тоже будет понимать, что у него есть ответственность. Но это не формальный процесс, нет необходимости в яге, в кокосах. Отношение с шикша-гуру более похоже на дружеские отношения. С дикша-гуру вам нужно так немного бояться. У вас почтение должно быть. Но с шикша-гуру более равные отношения, более дружеские. Нет, на самом деле, конечно, равных отношений. Но все равно есть дружба. То есть, как будто бы, на самом деле, равенства нет, но как будто бы оно есть. Солнце называется Падмабанду. Друг лотосного цветка лотоса. То есть, солнце и цветок лотоса друзья. Но лотос находится на земле, а солнце на тысячи миль в вышине. То есть, мы находимся где-то внизу, а шикша-гуру очень-очень высоко. Но все равно это не очень формальные отношения, они более дружеские. Как у моего Гурудева и Шрилы Прабхупады. По дикше Шрилы Прабхупада был старшим по отношению к Парам Гурудеву. А по саньясе, Парам Гурудев был старше на пять лет. Но мой Гурудев всегда относился к Шриле Прабхупаде как к своему шикша-гуру. Но все равно Шриле Прабхупада всегда подзывал его, садись со мной, они вместе сидели на асане. И Шриле Прабхупада всегда был очень веселым и радостно шутил с ним. Вы не можете сидеть на одной асане с вашим дикша-гуру и вот так общаться. Но с Шикша-гуру это возможно. И ваше сердце становится очень близко вместе. А когда сердца очень близки, то Баба может перейти из одного сердца другого. Это будет очень естественный процесс. Может там тут есть? Анна, холёвка? Требя еще вопрос? Не просто. Может быть, первая? Может, два-либо? Здесь Дупы? Нет? Не? Нет. Витали веков. Нет? Нет, нет. Не ручки, но нет. Нет, нет, нет. Нет, нет. Меня зовут Виталий, я из Латвии. Я живу в Украине 10 лет. Почему мы чаем именно 16 или 8, 4? Почему именно эти номера? Вы должны иметь минимальный уровень. У вас должен быть какой-то минимальный уровень. Вы должны иметь минимальный уровень, чтобы вы могли поддерживать, что вы прогрессируете, а не сваливаете вниз. Немного не важно. Немного не падает. Немного не падает. Сама цифра не столь важна. Более важно то, что сколько бы вы не воспевали, вы воспевали все больше и больше, а не уменьшали свое воспевание. В ведической культуре число 108 имеет особое значение. Каждый круг, который вы воспеваете, это 108 мантры. Ашто-тара-шата означает 108. Это означает вишудха-сатва. Это означает вишудха-сатва. В этом мире есть тамагун, the mode of ignorance, raja-gun, the mode of passion, sattva-gun, the mode of goodness. Но в этом материальном мире spiritual world is vishuddha-sattva, completely pure goodness. В материальном мире есть саттва raja-sattva, то есть гуны благости, страсти и невежества. А в духовном мире есть вишудха-sattva, то есть это гуна чистой благости, трансцендентной. И поэтому о великих ваишнавах мы говорим Ашто-тара-шата-шри, who is beautified by a shuddha-sattva. И поэтому о великих ваишнавах мы говорим Ашто-тара-шата-шри в титуле, то есть это означает, что он украшен вишудха-sattvay. What it can mean, that you don't have time to say Shri-shri-shri-shri-shri-shri-shri-shri-shri-shri... another eight times, so you just say ashto-ta-sattva-sattva. И ещё это может означать, что вам немножко некогда говорить Шри, 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 Шри 108 раз, и поэтому вы просто говорите, а что-то Рашата, то есть Шри 108 раз. So then, in шастра, four rounds, four malas, four times 108, is called a grantee. Далее, в шастрах, четыре мало, четыре круга, называется grantee. Четыре раза по 108, And then, 16 grantee is called a Nirabandha. И 16 grantee называется Nirabandha. Шри Четанимаху gave the instruction, you should all chant the holy name of Krishna Nirabandha, means 64 rounds. 64. 64. So, if you chant Nirabandha, 64 rounds, offenselessly, every day, then, Chaitanya Mahaprabhu has guaranteed that you, in this life, you will realize Krishna. And Shri Chaitanya Mahaprabhu гарантирует, что если вы каждый день будете воспевать 64 круга без оскорблений, то уже в этой жизни вы будете служить Krishna, вы осознайте Krishna. when Shri Prabhupada came to the west and he gave initiation the first time. And Shri Prabhupada прибыл на запад и в первый раз дал инициацию. Now you should all chant 64. And now you should all chant 64. And now you should all chant 64. 64. So then after the initiation they all got up and they went down the street in New York and sat in a coffee shop and drank something. They were having conversation. What is this? He said we have to follow these rules and regulations now. No meat eating, no drinking tea or coffee or alcohol or anything. No illicit sex and no gambling. So they tried to very sincerely to follow everything but they found that they could not complete 64 rules. So Shri Prabhupada said alright then 32. It was a concession for the very unqualified persons. So then they couldn't do that either. So then Shri Prabhupada said alright 16 but not less than 16. No more concession. This is the lowest concession. So 16 is not a magic number. It's just the lowest concession for the completely unqualified persons. It's just the lowest concession for the completely unqualified persons. Anyone else? Продолжение следует... 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 И когда гуру видит, что ученик испытывает это раскаяние, то он может дать ему следующую самскару урдва-тилаку. То есть, это квалификация, это раскаяние для того, чтобы получить тилаку. Значение внутренней тилаки — это две линии, которые идут впервые. Когда человек стал искренним с мирным жизнью, то есть, тапа, отбивая полезность жизни, футилитизм жизни, то он может подниматься вверх, вверх. Что он не смотрит ниже, что он смотрит ниже, что он смотрит ниже, на Галлока Брэнна. И тогда его взор направлен наверх, на Галлока Брэндавана. Это квалификация для тилаки. Но сейчас это просто мода. Нужно тилаку нанести красиво. Но постарайтесь принять суть того, что такое тилака. Нет никакого вреда, если человек еще не инициирован, но он хочет нанести тилаку. Раньше традиционно этого не делали. Но если кто-то это делает, мы не останавливаем никого. Потому что... Если у человека есть такое вдохновение, он хочет это делать, то пусть делает Рагомарки. Мы стараемся вдохновлять любое маленькое движение человека в сторону Бхакти. И если это искрита, то мы хотим раздуть это в пламя. Можно продолжить эту вопрос? Можно продолжить эту вопрос? Вчера Вы рассказали, как Кришна нанесил тилаку. Мне интересно, тилаку носит Кришна только когда он дворокадиш или в Аврадже он тоже носит тилаку? Потому что я часто вижу на божествах Кришны, которые продаются на лой базаре, что у него есть тилака красного или белого цвета, но без листочка тулыся. И кто еще у Авраджа носит тилаку? Как он выглядит тогда? Только Кришна носит тилак в Дварка или в Раджа тоже. И даже иногда в лой базаре вы можете видеть театры Кришны, которые имеют тилак, но без тулы. Это белый или белый? Вы можете видеть Кришны Прадхавани и Шяма Сундаре. Он стоит у нас, божество. И вы можете видеть его тилаку. Обычно, что происходит, когда преданный хочет покрасить божество Кришны, тот, кто делает божество, он ставит ту тилак, которую принято ставить его в Санпрадая. И если вы отправитесь к Шри Санпрадая, у них вот такая вот тилака. Но в шастрах есть описание тилаки Кришны. Иногда Кришна наносит Кастури тилаку. А Кастури черная. Иногда Чанда на тилаку. И тогда она будет белой, как наша. Иногда Кришна смешана с цветами, с пылью цветов. И тогда она красная. Кришна очень модный. То есть, зависит от того, какого цвета у него наряды, вот он, соответственно, подбирает по стилю тилаку. Натанавала, Навала, чайларасия, пяроканха и миро манабасия. Натанагара, Навала. Это означает, что Кришна – танцор, Натта. Нагара – любовь и Навала. Это означает, что он очень модный. Здесь говорится, что Кришна – танцор, Натта. Он возлюбленный и очень модный. Он никогда не наносит тилак прямо. Он никогда тилак прямо не наносит. Он никогда тилак прямо не наносит. Нет, он тюрбан. Он никогда не ставит тюрбан. Он так его поворачивает красивенько. И вот здесь такая шелковая полоса, она свисает кокетливо сбоку. То есть, в зависимости от своего наряда, он либо совпадающую по свету тилаку нанесет, либо наоборот контрастирующую. Если это темная безлунная ночь, то он может нанести темную тилаку из Кастури и гирлянду из темных лотосов. Так же он иногда может принять решение насчет тилаки, исходя из того, какой сейчас лунный день. Это луна еще маленькая совсем или уже полная. Вчера мы все пробирались сквозь лес в темноте. Как на Абисар на свидание. Враджи-гопи вынуждены пробираться сквозь лес ночью, чтобы прийти к Кришне. Но эта темнота, она только на какое-то расстояние. Потому что Бринда Деви очень умная. Вокруг деревни она делает лес деревьев Тамал. Они полностью темного цвета. То есть первый отрезок их пути, когда они выбираются из дома и идут в лес, он в темноте. А вот с другой стороны, когда уже Гопи преодолели вот эту стадию деревьев Тамал, то там Бринда Деви посадила очень красивые разноцветные цветы, которые светятся в темноте. И даже ночью лес Фриндавана выглядит прекрасно. И очень разноцветным. Но Бринда Деви не может сначала ближе к деревне посадить цветочки, а потом деревья Тамала. Потому что если кто-то в деревне ночью случайно проснется, он увидит от сияния этих цветочков, что идут в лес. И тут какие-то девушки. И как врача вас есть тилок? Мама еще да, надо баба. Они тоже носят тилок. Как у нас. Как у нас. Особенно на картинках вы видите, они обычно из Валаба Сампрадая. Они не делают туси, они просто делают белый. Это то, что вы видите в картинках. Это тилоки с красным. Без листика туласи. Это тилоки Валаба Сампрадая. И друзья Кришна тоже. И друзья Кришна тоже. Они как Кришна. Они как Кришна. Они тоже очень стильные. Какое настроение будет в этот день? Какой образ они к нему подберут тилок? У стильного человека все друзья тоже очень стильные. Городов, иногда ты говорила, что Радика может в картинках не активно. Городов, иногда ты говорила, что Радика не носит тилок. Она только носит тилок в картинках. Нет, Радика всегда носит тилок. Но это не львы. Это кама-янтра. Это янтра для оборудования Купид. Такие сакхи, они рисуют это кама-янтра на голове Радика, чтобы хипнотизировать Кришна. То есть Радика всегда наносит тилоку, но в ее случае это кама-янтра. Это янтра, чтобы поклоняться Купидону. И ее подруги всегда ей наносят вот это вот кама-янтра. Она круглая, но у нее есть точечки вокруг. И разные слои глины в разных цветах. Сакхи относят тилоки как Радика, но не совсем такие же. Последний вопрос. Поясните, пожалуйста. Поясните, пожалуйста, термин Унада Гарфа Сварупа. Унада Гарфа Сварупа. Унада Гарго Сварупа гор? Пожалуйста, дайте контекст. ОтКуда это? Из книги Бхтосвинода Тахура? Это из uno� своих книгах. Нет, дай мне контекст. Что это за книжечка? Тогда позже, тогда. Немного позже. Нет контекст, но позже. Это вопрос который я задавал вас из Муримбурга. Кто? Он задавал меня У каждого санскритского слова очень много значений. У каждого санскритского слова очень много значений. Акханкша means anticipation. So you see the sentence and you're anticipating what the next word will be. So the anticipation will lead one to understand which of the many meanings that word is appropriate in this context. То есть у каждого санскритского слова очень много значений, но мы судим о значении конкретного слова по его контексту в предложении. Мы читаем предложение и тогда мы понимаем какое значение у этого слова в данном случае. As a general rule never attempt to answer incomplete question. И вообще возьмите себе за правило не отвечать на неполные вопросы. Question should be complete and it should have a scriptural reference. Otherwise, sometimes the question itself, the question is wrong. So there's no correct answer to the question because there's a misconception in the question. Иногда вопрос задается неправильно и в нем уже присутствует некая мисконцепция и тогда невозможно на него дать правильный ответ. So you find the book and the chapter and the context and the context. You have a spiritual name already, Puri. Purification. It's purification, yes. Your whole life, Puri. It's a spiritual name. Вся ваша жизнь Puri – это духовное имя. I don't know if it's a good question for this meeting but I need to push myself. I practice yoga and meditation in my life but for me to be here is too much devotion sometimes and it's like too much because I never practice, no? Yes, yes. I believe in God and all but it's like I don't know. Some days I won't go away and some days I want to be here. Some days I feel some days it's like another all day Krishna adventurers and it's like I don't speak English very well and I don't know it's like a mountain I already knew all those things I already knew all those things this is perfectly normal or you can just translate the question it's absolutely normal I was like I do yoga and something else but I came to the first time and it's very difficult sometimes I feel something to do and sometimes it's like it's like a mountain sometimes I want to leave and sometimes I want to stay it's very difficult Our soul is transcendental My soul your soul we are all transcendental beings but now we are covered with a material body and material mind and according to our karma we have a body and mind which has a particular mix of the gunas and according to our karma we have a body and mind with a proportion of the gunas which are designed by our karma Gunas means there are three energies in nature the energy of creation the energy of destruction and the energy of balance Sattva Gunas are the energy of creation and the energy of creation and the energy So depending on what energy is prominent in us or what proportions the energies are in then we make all of our choices and all of our attractions In зависимости от того какая гуна в нас превалирует сейчас и какое у нас вообще соотношение гун мы принимаем наше решение делаем выбор So let's say if a person is in Tamagun the lower energy of destruction Dопустим человек находится в Tamagun это более низшее гунно-разрушение If they go into a restaurant then there will be some vegetarian preparation будут там какие-то вегетарианские блюда and there will be some meat preparation будет мясо and automatically their mind and body will say I want to eat the dead animal because the energy they are in is attracted to the same energy destruction потому что та энергия которая превалирует в них соответственно ну как бы находит связь ну как-то коннектится с другой энергией разрушение в чем-то другом внешнем So if we want to do some activity we'll look to find the activity that we feel comfortable within because it's the same vibration as our body and mind if the vibration is lower than the vibration of our body we don't like but if the vibration is also higher also we don't like we want the same vibration и если вибрация какой-то деятельности ниже чем наша собственная вибрация нам это не нравится но также если вибрация будет намного выше чем наша собственная нам тоже будет трудно нам тоже не понравится мы ищем вибрацию которая совпадает с нашей So if someone is doing yoga then they don't want to go to the death metal concert where everyone is taking drugs все принимают наркотики вот так вот потому что они почувствуют что уровень энергии все-таки низкий but at the same time if there's a group of saints and they're completely absorbed in devotion to the transcendental supreme lord then that person can look and see but it's difficult because the vibration is too high то этот человек может подойти к ним заинтересоваться но ему будет сложно потому что эта вибрация будет слишком высока для него it's like you can only take so much то есть но есть какой-то предел вы можете принять вот ровно какое-то количество it was my experience also это был также мой опыт like 35 years ago when I first got the Bhagavad Gita of Srila Prabhupada 35 лет назад когда мне в руки попала Бхагавадгита Шрилы Прабхупады I began to read I thought this Bhagavad Gita is so good I подумал это Бхагавадгита просто фантастика but after reading one page I was shaking но я читал книгу и я прочитал одну страницу и я просто стал дрожать I have to put it down и я подумал ой, надо отложить it's too much слишком, слишком для меня I cannot digest I cannot digest but then slowly by doing a little bhakti yoga every day ну а постепенно благодаря тому что я делал немного bhakti yoga каждый день по чуть-чуть медленно, постепенно ваша вибрация тоже начинает возвышаться so the thing is don't do too much or too little то есть ну ищите золотую середину не делайте слишком много но и не делайте слишком мало always try to do a little bit more than you feel comfortable with всегда старайтесь чуть-чуть выйти из зоны комфорта делать чуть больше чем вам комфортно чуть-чуть и тогда постепенно ваша энергия начнет повышаться но если вы будете стараться сделать слишком много ум очень эластичный и поэтому если вы ну слишком слишком а если вы будете слишком себя насиловать то ну просто в какой-то момент вот эта пружина она в обратную сторону стрельнет и просто старайтесь участвовать по мере своих возможностей между программами отдыхайте если вы чувствуете что вам очень сложно то где навалатика где навалатика где навалатика где навалатика где навалатика навита не здесь она из боливии говорит по-испански навита тебя отведет на пиццу и мороженое и просто немножко расслабься и Кришна дает такой пример как тренировать дикую лошадь когда человек находится ну вот в этом зале с лошадью у него есть веревка и вот он стоит в центре и он дает команды лошади и учит ее ходить вокруг и он смотрит на характер лошади потому что если ты слишком многого будешь от нее требовать то она взбунтуется но постепенно когда лошадь становится более дисциплинированной а он седло на нее в какой-то момент поставит может быть она начнет прыгать и тогда ей нужно просто к нему привыкнуть но со временем она привыкнет и к седлу и к наезднику даже и вы должны понимать что ваш ум это не вы если у вас есть какая-то мысль это не значит что это часть вашей души это мысль ваша душа это часть Бога но ваш ум это часть этого мира и ваш ум подобен такой бешеной лошади и что мы делаем мы стараемся тренировать наш ум таким образом чтобы ну направить его на духовный путь это нужно делать очень осторожно и постепенно иначе он взбундуется и убежит как дикая лошадь это очень сложно you can read in the vedas how the yogis they're meditating sometimes for hundreds of years and then still one day their mind freaks out иногда вы можете найти примеров шастра как йоги медитируют сотни лет и в какой-то момент их ум все равно вот так бунтуется йога означает читтавритти ниродаха контролировать ум это очень сложно но это возможно особенно если вы находитесь под покровительством гуру потому что гуру знает что для вас хорошо в любой ситуации и так шаг за шагом вы можете расти не испытывать слишком серьезные затруднения и стресс и гуру знает все препятствия которые вам нужно преодолеть потому что он сам через это прошел и Кришна говорит Удаву если человек своими силами пытается контролировать ум то те техники к которым он прибегает все делают еще хуже но если человек имеет дедикатия к following instructions of their гуру то они могут успешно make the mind very peaceful но если человек искренне следует наставлениям своего гуру то тогда успешно тогда у него получится сделать ум утихомирить ум you know if there's a lake of water предположим что есть озеро then you can see your reflection in the water и вы можете увидеть в воде свое отражение если поверхность озера такая ну штиль and you can see the reflection of the trees and forest вы можете увидеть там отражение деревьев леса но если есть волны рябь то вы ничего не увидите so when our mind has many attachments many desires когда в нашем уме есть много привязанностей и много желаний and always oscillating between happiness and distress и он всегда как маятник колеблется между счастьем и несчастьем и страданием when we close our eyes we cannot see anything когда мы закрываем глаза мы ничего не видим but when you make your mind steady но когда вы делаете ваш ум стабильным when you close your eyes then you'll see your atma your soul когда вы закроете глаза то вы увидите свою душу махамантру and when you chant это универсальная истина you can see in christianity the monks and nuns they live very peaceful life in a monastery вы видите как в христианстве тоже монахи и монахини живут очень размеренной и упорядоченной жизнью в монастырях and they control their physical activities some austerity и тоже они совершают некоторые аскезы они контролируют свою деятельность и каждый день они поют гимны и через некоторое время ум успокаивается и вы можете видеть Господа это духовная наука и когда у нас есть отношения с Господом мы будем счастливы во веки вечные и в конце жизни когда этому телу придет конец душа отправится к Кришне а если мы не понимаем Господом то в последнем моменте вы думаете ой, мой живот а если мы не осознаем Господа мы в последний момент жизни подумаем собачка песик мой котик мой ребенок мы думаем о чем-то материальном и тогда мы будем думать о чем-то материальном в последний момент жизни то следующее наше тело следующее рождение мы примем в том теле которое соответствует нашим мыслям поэтому в жизни очень важно так тренировать свой ум чтобы он всегда думал о Боге горе према наше тело горе према